Динамо Алтай выбыло из розыгрыша Кубка Федерации. Шестой матч полуфинальной серии наши проиграли красноярским рысям. После двух периодов динамовцы уступали гостям четыре шайбы. В заключительной 20-минутке смогли отыграть лишь две. Серия завершилась со счетом 2-4, к огромному сожалению наших болельщиков. А вот алтайские болельщики из мира настольного тенниса могут быть рады. Впервые в крае провели соревнования уровня Суперлиги и впервые же в Суперлиге сыграл Барнаульский клуб Алтай. Чтобы вообще попасть в Суперлигу, нужно достаточно высокий уровень игроков, определенный рейтинг игроков. И ваша команда Алтай, она занимает сейчас в серединке турнирной таблицы, потому что из 12 команд она занимает по итогам двух турах седьмое место. Это не конечный результат, потому что еще впереди два тура. Поэтому нужно просто посмотреть до конца, как они сыграют. Всего на континентальном чемпионате выступают 12 клубов. Кстати, если барнаульцы займут какое-то из двух последних мест, то могут вылететь в лигу рангом ниже. А вот баскетболисты радуют. Клуб Барнаул пробился в полуфинал Суперлиги 2. Поддержать пришел даже губернатор и наши не подвели, хотя по итогам двух четвертей шли с отставанием. Они забили все буквально через руку, открытые. У них кольцо как будто заколдовано было. Все принимало. Но о второй половине мы в раздевалке поговорили между собой. Сказали, что надо сконцентрироваться в защите. И в нападении это все получится. В итоге так и получилось. Барнаул было не остановить. 76-64. Итог встречи. И главный тренер уверен, что одержать победу помогла поддержка болельщиков. Крестцы пола от их крика. Это очень завело парней большое спасибо еще раз болельщикам. Буквально вот скоро у нас еще одна игра домашняя. Снова приглашаем всех. В борьбе за выход в финал наши баскетболисты теперь сыграют с магнитогорским металлургом, который одержал победу над Ставропольским Динамо. Матч пройдет уже завтра в 5 вечера в спорткомплексе «Победа». Андрей Дреер. День с толком.